Привет! В эфире детские новости и с вами я, ведущий Кирилл Бойко. Ну что, готовы узнать новости прошедшей недели? Тогда начнем с главного. 14 февраля Ростов-на-Дону отметил 81-ю годовщину полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В ночь с 13 на 14 февраля Красная армия прорвала оборону и вошла в город по замерзшему Дону. 14 февраля день освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 81 год назад в далеком 1943 году бойцы 28 армии под командованием генерала Василия Гиросименко при поддержке кавалерий казаков и местных партизан смогли навсегда выбить из донской столицы гитлеровскую нечисть. В Ростов-на-Дону проходит торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Ростовчане и гости города несут цветы к мемориальному комплексу воинам-освободителям города Ростова. А в вашей школе есть уроки труда или их давно заменили информационные технологии? У ребят ростовской школы-интернат номер 38 свое мнение на этот счет. Сколько споров ведется о том, нужен ли урок технологии, а по старинке труда в современной школе? Умные дяденьки и тетеньки из образования спорят, обсуждают, вспоминают, как это было у них. Многие предлагают, а некоторые уже заменили труд на урок информационных технологий, робототехники и 3D-моделирования. Как хорошо, что в нашей школе из мальчиков делают настоящих мужчин, способных забить гвоздь в стену, починить кран или даже сделать ремонт в собственной квартире. Девочек обучают быть настоящими домохозяйками, способными вдеть нитку в иголку, приготовить что-нибудь вкусненькое или пришить пуговицу. Нас готовят к жизни, ведь уроки технологии это и есть уроки жизни. Мы получаем знания и умения, которые нужны нам каждый день. И не забывайте, нервное окончание находится на кончиках пальцев. Работая руками, мы развиваем и ум. Вот так проходят уроки технологии в нашей школе. Смотрите и завидуйте! Знаете ли вы, что в Европе и в США близнецы учатся в разных классах? Лично я не знал, просветили юнкоры школы номер 38. У них близнецы оказались в каждом классе. Почти в каждом классе нашей школы есть близнецы или двойняшки. Это происходит с года в год. Вот и в этом году их ряды пополнили смешные двойняшки-первоклассники. У нас в России принято детей не разделять, а в США и Европе детей разделяют на разные классы. У них мотивируется это тем, то, что так лучше для детей и у каждого должна быть своя история. Насколько это обосновано, судить не нам. Но известно, что два из лирца одинаковы с лица и имеют массу преимуществ в учебе. Догадываетесь, о чем я? Вот, например, сегодня на школьной линейке дипломы перепутали. Попробую угадать, где кто. Это были детские новости. И я, Кирилл Бойко. До встречи на просторах эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова